В 2019 году мной был зачитан доклад на чеченском языке, и он на русском языке изложен, то есть выложен на моей странице в Facebook. Те, кто интересуется, о чем был доклад, они могут знакомиться с этим и в видеоформате, и в письменном формате. Мне после проведения вот этого шведского мероприятия со стороны лично Ахмеда Закаева до меня довели его слова, что если я не уберу со своего YouTube канала, то есть со своих всех страниц, если я не уберу это видео и видео, которое продолжает эту же тему, что они будут как бы выкладывать те видео, которые мы уже видели. Две части, там будут еще другие части, скорее всего. То есть мы видим, что сегодня вы можете открыть эти видео, их очень много. Я сказал, что он может сразу их выкладывать, потому что я не намерен. Это то, во что мы верим, это то, что мы исследовали, это тот путь, который мы видим на то, чтобы достичь какого-то консолидации среди нас. И мы не намерены их убирать. Там идет критика, да, там идет критика политики. Она и должна быть. Если с этой критикой они согласны, мы должны сесть и обговорить те моменты, с которыми они не согласны. Но это не должно касаться личности. И что мы выйдем? На мероприятии 18 декабря идет сплошное обсуждение личности моей, естественно. Ну, что мне обиднее всего? Муртазалиева Аслана, координатора Ассамблеи Чеченцев Европы. Обсуждение личности это еще полбеды. Аслан Муртазалиева прямым текстом объявляет работникам ФСБ. То есть это очень серьезное обвинение. Серьезное обвинение в адрес личности. Я надеюсь, Аслан сам способен спросить этих людей за такие слова по шариату. И мы ему, если в этом нужно, поможем, конечно. Потом ухватились в моих видео, их много, как я сказал, нету перехода на личности. Есть критика политики. И зацепились за статью, которая вышла у меня на странице в Фейсбук где-то в августе месяце. Я сказал, я подписываюсь под каждым словом Тумсо. Ну, там же в тексте написано, под чем именно я подписываюсь. То есть у нас была встреча, напомню, у нас была встреча 7 марта, в начале этого года. Эта встреча была следствием того, что мы зачитали 13 декабря 2019 года доклад. Послали пригласительные письма всем странным правительствам. Позвали их 23 февраля 2020 года на встречу, сесть и поговорить. Уже это было сделано прелюдно по протяжении двух лет. Трех лет даже. И вот в ответ на это две другие стороны, они прямо заявили, что они не согласны встретиться. Закаев сказал, что он согласен встретиться. То есть Закаев поступил с нами таким образом, что он словесно не отказывался от встречи. Но по сути дела и не являлся на встречу. Им было сразу сказано, что они являлись. 23-го. То есть как бы он приходит и не приходит. Он оставляет надежду. Поэтому на встречу я принял участие на мероприятии, которое было организовано кабинетом министров. То есть это была площадка кабинета министров. И на ней была выдвинута уже как бы получается пятая страна. То есть три правительства, организация Бортмашо, которая их на протяжении трех лет призывает к единству, вопреки кривотолкам, не объявила четвертой какой-то власти, не намеревается это делать. Потому что мы считаем, что власть должна быть на своей территории, над своим народом. На чужбине должен быть какой-то комитет, который работает, ведет политическую работу. Но этот комитет не из тех людей, у меня в видео все это расписано. Комитет предусматривал участие в нем именно наследников ичкиридской политики. Потому что нужно продолжать работу политическую на той политической базе, на той основе, которая заложена в начале 90-х. Во время де-факто существовавшего невзависимого чеченского государства. Это все говорило в наших видео, в нашей программе, в наших докладах. Поэтому нам важно было. Многие нас спрашивали, почему вы не оставите этих недоговороспособных людей. И сами не займетесь работой с людьми, не организуете какой-то комитет. Если это не правительство, это никак вам не вредит. Но суть проблемы заключалась в том, что люди в основном до сих пор еще не очень простыны в вопросах политики. Можно сказать, даже в большинстве невежественны. И нам нужно было показать. То есть мы не те люди, которые... Тут были какие-то провидцы среди нас, входили в организацию. И потом выходили с такой критикой, что неужели вы не видите... Да, мы видели настроение этих людей, но мы не слепцы. Но у нас другой подход. Наш подход заключается в том, чтобы создавать ситуацию и оставлять людям право выбора. То есть и правительством, и частности отдельному человеку, и организации. Ты создаешь условия тем, что призываешь их к каким-то определенным действиям. И ты смотришь, как они проходят эти действия. Положительно, отрицательно. И когда народ это видит, народ сам может судить. А иначе получается, что мы отторгаем сердца людей от всех нас. И именно поэтому мы с таким терпением три года вели эту работу скурпулезно. Мы не обнародовали результаты нашего расследования. И несмотря на это, нас сегодня еще стараются как-то упрямить в том, что мы люди, которые проявляют верлом соотносительно чеченского государства. Двинулся к тому, что я думаю по мероприятию, которое было проведено 18 декабря в Швеции. Сегодня я уже могу смело сказать, что Ахмед Закаев, когда он нам давал по обещанию по скайпу обещание, что он готов встретиться, и что он не намеревался с нами встречаться. Умар Исламов, наш руководитель, не смог туда явиться. Там говорили где-то, наверное, полчаса о моей операции. Я заявил Идрису Лабазанову, что после любой операции, меня оперируют много раз, я на третий день уже стою на ногах, я смогу туда приехать. И я выиграл вместе с Асланом Муртазалиевым на это мероприятие. Меня обминули мои товарищи, потому что мое появление на этом мероприятии, я сказал, что я намереваюсь там участвовать в частном порядке. Если руководитель не может, то я собираюсь там участвовать в частном порядке. Но подчиняясь партийной дисциплине или общественной дисциплине, я вернулся, потому что мое появление уже означало бы там участие в бортмаршо. И многие не знают, что сегодня руководство бортмаршо сменилось. И больнее всего, что мой друг Лобазанов Идрис, за которым я, когда он был выдвинут 7 марта 2020 года, в принципе, был выдвинут стороной Кабинета Министров, я согласился с его кандидатурой, зная его давно, мы знаем друг друга уже в Чечне с 90-х годов. Мы вместе много времени провели в очень хороших дружеских отношениях в 2000-е годы в Баку несколько лет. Я знаю здесь его в Европе, знаю семью, он знает мою семью. Мне нечего сказать, что-то... Я не могу ничего плохого сказать об Идрисе как личности. Знал его только с хорошей стороны. И более того, мое уважение к этому человеку было связано с тем, что у нас были такие общие друзья. Я первый раз увидел Артем Вахарсанова. Он был человеком его политической команды. Уважение к шахидам Вахарсанову. Братья Бакуевы, которые участвовали со мной и в Первой-Второй войне. Погибшие. Это мой близкий друг. Также. Идрисен. Тайпанху. Вот это все вот эти связи, вот эти дружеские связи, УЗы, Они только крепили нашу дружбу. И, по сути, мой друг выступил с обвинительной речью. Он, занимая пост, занимая пост примирительной стороны Организационного комитета, он выступил с обвинительной речью в адрес одной из сторон. Меня это, честно сказать, очень сильно шокировало. Если друзья могут себе позволить такое, что, то нам и враги не нужны. Я знаю, что Идрис не может проявить подлости к человеку. Я уверен, что Идрис стал жертвой манипуляции. То есть, он человек простодушный и промылининный. Идрис, значит, сейчас я вам покажу некоторые кадры. Вот, пожалуйста, это 7 марта, когда мы намеревались, то есть мы когда обуславливались о проведении круглого стола. Круглый стол почему проводился? То есть, две стороны правительства, помимо кабинета министров, если они приходят, приходят. Но если не приходят, есть другой широкий спектр общественных сил. Нужно было их уволечь, и именно для этого был предложен круглый стол. И я стоял твердо на том, чтобы эта инициатива не исходила с площадки кабинета министров, потому что это уже отторгнуло бы очень многих людей. Да и с самого начала идет такое перетягивание каната. Мы Бортмашу объясняем, лично Ахмеду Закаеву, и его товарищем, что вы сегодня безапелляционно, но так заявляете, что именно вы правительство. Но есть еще два других правительства. Мы пока этот вопрос не решим, что глупо как бы хотеть, чтобы все проходило под эгидой этого правительства. Нужно быть более простыми, нужно не спуститься к народу, поговорить, если были ошибки, признать. Они стараются организовывать мероприятия, и местные мероприятия проводить, подтягивать под себя, что это только отталкивает людей. И вот сейчас я вошу внимания. Вот мероприятия 7 марта. Я считаю, что это будет нейтральная площадка. Я считаю, что там нейтральная площадка. Я сегодня постоянно классно. Вот, в общем, такой твой подход. Он был там высказан. И вот сейчас я хочу, чтобы у вас другого года адрес стал во главе этой комиссии. Ама предлагает ему вызову эту комиссию. Амед Закаев утверждает, что Совет Старышин, люди, которые трудились во благо чеченского народа, они не состоят ни в правительстве, ни в бортмаршо. Да, это отдельная организация, но мы знаем, что это организация, симпатизирующая именно к кабинету министра Закаева. То есть мы, люди, мусульмане, мы ходим и говорим, разговариваем, и те слова, которые мы сегодня говорим, они не останутся не спрошенными в судный день. И мы должны, то есть есть форма, есть суть вещей. По сути вещей мы знаем, что Совет Старышин, это в принципе единомышленники, союзники кабинета министра. Так же, как сегодня Ассамблея Чеченца Европы и организация, которая входит в нее, и организация Бортмаршо сама входит в эту Ассамблею, является единомышленниками. И поэтому Круглый Стол предполагал встречу двух сторон на самом деле. Так как два других правительства отказались вообще выходить на такой общественный дискурс, на диалог, политический диалог, Закаев от этого публично не отказывался. То есть получалось так, что предполагаемый Круглый Стол это была встреча Бортмаршо, который имеет критику к политике правительства, предлагает реформы определенные. И остальные участники, если это, скажем, Совет Старышин, это как союзники или как единомышленники, ну назовите как хотите, выступают. То есть они, входя в этот Круглый Стол, то есть они занимают определенную сторону. У них есть симпатии. Как есть симпатии у Ассамблеи, организации Бортмаршо. И оргкомитет, он должен был быть именно не в этой стороне, который не является симпатизантом или единомышленником, ни с политикой Бортмаршо, ни с политикой, проводимой Кабинетом Министров. Другие общественные силы, которые туда призывались, помимо тех симпатизантов, которые в лице Ассамблеи были относительно Бортмаршо, а в лице Совета Старейшин шведского джемата, как его называют, или джемата Абубакра, или сейчас его как-то кажется по-другому назвали. То есть эти три стороны, опять-таки, не был выдержан паритет. Там шла очень долго дискуссия, когда готовился Круглый Стол, чтобы был выдержан паритет. Но мы понимали, что при паритетном соотношении туда как бы у нас... То есть саботировалась эта встреча, год оттягивалась. Дважды она отлагалась, эта встреча. Не нашей страной. Бортмаршо была той страной, которая каждый раз напоминала оргкомитету, лично Идрису. Идет время, чего мы ждем, нужно проводить этот Круглый Стол. И этот Круглый Стол дважды откладывался, не по вине Бортмаршоа. И вот здесь момент, когда... То есть вот здесь Амед Закаев уговорит, что Бортмаршо предложил вот этот формат Круглого Стола, вовлечение других общественных сил. Сам Закаев до встречи, а он также пришел к этому выводу. И у нас была надежда, что когда этот Круглый Стол состоится, что туда втянутся общественные силы, что это также подстегнет и оставшиеся два правительства принять участие в дальнейшем. То есть это не планировалось, Круглый Стол не планировался, как единовременный акт, то есть как одна встреча. Планировалась целая серия, целая серия встреч. И в моем докладе на конференции 7 марта было зачитано, как в каком формате, то есть как нам это видится. Первая встреча вообще, она должна была пройти в таком формате, что она определяет только те вопросы, которые будут обсуждаться по легитимности, по кандидатам, какие общественные силы, какие люди будут принимать участие. Поэтому на первой встрече не были, то есть вовлечены на встречу первого Круглого Стола, не были вовлечены очень многие известные общественные деятели или другие влиятельные люди, или какие-то политические силы. Они не были пригласены на первую встречу. И когда они со мной созванивались, просили, почему, если это вопрос, который касается нашего общего дела, почему мы, люди, которые вложили много усилий, пролили кровь на этом пути, или являлись какими-то политическими деятелями, участниками военного сопротивления, наверное, и к Ахмеду Закаеву, и к другим звонили, или к комитету звонили. Но факт, что мне очень многие звонили. И когда я предлагал Идрису Лобазанову, он отвергал их, мотивировал тем, что первая встреча должна пройти в такой спокойной обстановке, чтобы обсудить темы, которые мы будем намечать на вторую встречу, следуя той дорожной карте, которая была предложена мной же на вот этой конференции 7 марта. И поэтому, то есть, эта первая встреча предполагала непаритетную встречу двух, скажем так, симпатизантов Кабинета Министров, одних симпатизантов в лице представителей трех человек от Ассамблеи Чеченской Европы, Борт Маршо, то есть, и были еще обозначены две силы, это представители БШМ, то есть, батальон имени Шейха Мансура, и представители чеченской общественности Турции, то есть, тех людей, которые сегодня находятся в Турции, которые также являются живущими в Турции сегодня, то есть, принявшие участие, активное участие в построении Чеченского государства, в защите ее. И получалось так, что круглый стол предполагает такой формат. Борт Маршо выдвинуло требования, какие-то условия, на которые должен отвечать Кабинет Министров, и две посторонние, как бы, непричастные силы, представители БШМ и турецкой общественности, чеченской турецкой общественности, наблюдают за этим. Потом определяется спектр вопросов, приглашаются другие политические силы, обозначаются их имена совместно, и созывается очередное заседание круглого стола. То есть, намечался такой формат. И была опасность, что Идрис Лобозанов, я знаю его лично очень, я уже говорил, как мы познакомились, какое у нас отношение было. Но так как Ахмед Закаев, вот сейчас вы увидите эту сцену, когда он зовет его на трибуну, была опасность, что общественность воспринять это как выдержанцы Кабинета Министров. И я жестко занял позицию вот такому подходу. Сейчас увидим. Полистой, есть ли источник, спорт. Еще ягодич, Париж Матюрдис и Господа Савель Б axи, для применей этих стран, в том числе, о том, что у Тарькова, чего ты предупреждаешь? Это не так, что он. Но еще не то, что он думает. Что делать? Или я? Да, а что делать? Скорее. Ну, что ты или нет, а нельзя. Мне не нравится. Парку. Зуме и т». А пока она, То есть я пока жду, пока подойдет момент, как выходит на трибуну Идрис, мы видим, что заявляет Агмед Закаев, это все понятно, это все очень красиво оформлено, но по сути, по факту люди видят, что вот Кабинет Министров созвал на связи с гибелью третьего президента Чеченской Веспублики Чхири Аслана Масхадова пожертвован милостями, то есть садахтар, собрались эти люди, и вот эта площадка Кабинета Министров, на ней выдвигается человек, вот что было неприемлемо для меня, и я думаю, для общественности Чеченской также это неприемлемо, я сейчас чуть переключу, чтобы этот момент увидели, чтобы не тратить ваше время, и так у нас эфир затягивается, прошу прощения за это, но тема такая объемная. Так, я прошу прощения, это речь Идриса Лобазанова, садахарога, вы спрашиваете, я его пропущу, сейчас мы будем смотреть, моменты, которые нам интересны, не в обиду никому, а не самому Идриса Лобазанова. Идриса Лобазанова. То есть Идриса Лобазанова. то есть